Приветствую вас! Ну вот, давайте попробуем разобраться с тем, что вы пишете. Значит, здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 27 лет, не могу построить серьезное отношение. Пишите, что интересно, что выпуска. Поснимайте, бодрое, серьезное отношение. Вы скажете сразу вопрос к вам. Зачем? Для чего вам эти отношения? Зачем вам серьезные отношения вообще нудны? Вы хотите серьезные отношения устроить, чтобы что? Чтобы что делать с этими отношениями? Какую роль вы отдаете себе в этих отношениях? Какую роль вы отдаете мужчине в этих отношениях? Значит, ради чего вы эти отношения хотите начать устраивать? И так далее. Вот это вот все, на самом деле, очень такой важный момент, о котором, ну, вот надо сказать, надо сказать, знаете, как, вот сразу. Сразу, чтобы не было никаких, это нами с вами непонятно, вот. То есть, объективно, объективно, прежде чем выстраивать отношения, вам нужно понять, вообще, для чего они мне. Вот я сама, вообще, чего хочу от этих отношений? Ну, вот, вы говорите, что у меня были, значит, отношения с женатым мужчиной. Значит, с женатым мужчиной вам отношения выстраивать, как я понял, не понравилось. Ну, понять вас, в принципе, можно, если вам не понравилось. Вы решили для себя, что это неправильно и что так вы делать не будете больше. Ну, опять же, опять же, я бы сказал, что это ваше право. Вот. Но теперь вы говорите, что мужчины вам постоянно интим предлагают в отношениях с вами, вот они постоянно предлагают вам интим. А вам это не нравится, вы хотите всего-то другого, вы хотите каких-то все-таки таких отношений, видимо, более духовных, а вам вот постоянно предлагают только интим. И вам это, естественно, неприятно. И надо сказать, что в вашем случае, в вашей ситуации, очень важна модель женского поведения. Вот как она у вас вообще настроена, как она у вас вообще реализуется. Потому что, понимаете, мужчины, они не будут просто так предлагать женщине интим. Если, во-первых, относятся к ней серьезно, если, во-первых, не считаются, если не думают, что она, эта самая женщина, согласится на этот самый интим. И вот если мужчины, с которыми общаетесь вы, вам интим все-таки предлагают нас простите, чем-то, чем-то вы им намекаете на то, что вот вы согласились. Вы знаете, ну вот, может быть, такой элемент несерьезности у вас какое-то присутствует. Вот вы даже в своем тексте напишали улыбочки, улыбочек довольно много было. Вот это, может быть, создает у мужчины ощущение легкости, а легкость, как известно, создает припосылки для того, чтобы вам предложить интим. Вот, как бы глупо это ни звучало. Ну и, соответственно, нужно вам прорабатывать свою модель детского проведения, может быть, немного более ценно, ценностно к себе относиться. Вот, может быть, выбирать себе мужчин другого типа немножечко. То есть я здесь говорю сейчас именно о мужчинах, которые вас устраивали бы по всем аспектам. И, в первую очередь, это аспект, конечно, того, что у вас общий с ними есть. То есть, например, насколько много вещей вас объединяет именно с мужчиной и так далее. Ведь дело в том же, что, понимаете, если вы знакомитесь просто с мужчинами, чтобы познакомиться, вопрос, знакомитесь, чтобы познакомиться. Что нет ничего удивительного, к сожалению, что вот такая ситуация происходит. Дело в том же, что знакомиться ради знакомства всегда довольно сложно именно по той причине, что это накладывает сразу определенные ожидания. И ожидания, будем честны, всегда связанные с человеком. То есть вы ожидаете какого-то поведения от своего партнера. Партнер ожидает какого-то поведения от вас. Вот. И в итоге происходит так, что это одни из блачных ожиданий и никакого реального общения между вами не происходит. А это очень плохо, потому что реальное общение, оно все же нужно. И если его нет, то возникает подобная ситуация, как у вас. Значит, соответственно, тогда о чем можно говорить? Об изменении деятельности по выстраиванию отношений и об изменении отношения к самому этому процессу. То есть отход от позиции, связанной с знакомствами ради знакомства. И приход к позиции, связанной с деятельностным отношением. То есть что это значит? Что такое деятельностные отношения? Вы определяете свои ценности, вы определяете свои интересы, свои цели, свои увлечения, свои хобби. И всем этим активно занимаетесь. В процессе занятия этими вещами вы будете встретить людей. И с этими людьми общаться, значит, на предмет именно как раз той деятельности, которой вы будете заниматься. И на основании этого общения и деятельности вы будете с людьми сближаться. И это будет вам играть хорошую службу в том плане, что вы не будете изначально затуманивать и искажать свой взгляд какими-то ожиданиями от людей. И будете видеть именно человека в его, так сказать, естественной, в его непосредственной среде, именно вот в контексте того, чем он занимается. И уже по этим объектам следить о человеке и выбирать, значит, будешь ли мы с ним или нет. И отдельно, отдельно, ну помимо того, что это все для вас обращает, да, это для вас обращает, что вы ставите себе цели, то есть вы развиваете эти цели, то есть вы развиваете эти цели на задачи, да, и так далее. То есть вы работаете вот в определенном направлении, не связанном, и не связанном напрямую с построением серьезных отношений. Наравне с этим, на ряду с этим, вы прорабатываете свою модель женского поведения, которая здесь очень важна. Как вы выглядите перед мужчинами? Как они вас видят? Как вы их видите? Какой образ женского поведения, какая модель женского поведения вам предпочтительнее всего? Вот эти вот все вопросы, на них, на все эти вопросы вам надо ответить, чтобы выработать некие вот такие ориентиры, фонарики, которые помогли бы вам выстраивать отношения с противоположным полом. Значит, другой момент, что до 26 лет вы были одна, и возраст это довольно серьезный, то есть это серьезно, что вот вы 26 лет только вступили в первое отношение с той женатым мужчиной. Возникает вопрос, интересный вопрос. А что у вас с образом мужчина? Какой мужчина вам нужен? Почему? Что он вам может дать, мужчина? Что вы ему можете дать? Что вы готовы от него принять, а что нет? То есть, чем вы рискуете поступить, да? Ну вот, грубо говоря, есть какие-то основные вещи, которые вы считаете, что мужчина должен своей женщине давать. А есть вещи, которые мужчина может и не предоставлять, да? И вы с этим в принципе будете готовы мириться. Так вот, нужно, чтобы вы все это для себя опять же определить. Потому что, ну вот, чем больше здесь будет особенностей и чем меньше у вас будет акцента внимания именно на, именно на вот самих отношениях и больше на смежной деятельности с ними, тем больше у вас шансов. Ну и завершая свой ответ, мне бы хотелось сказать так, что как-то не парадоксально, но для того, чтобы увидеть в человеке мужчину и чтобы мужчина увидел в вас женщину, Сначала нужно общаться и взаимодействовать только с самого человека, без принципов. Вот у меня, например, появилось такое ощущение, что вы перескакиваете. Вы перескакиваете сразу с позиции чисто человеческой на позицию сразу уже гембарную. А вот это не есть правило. Вот вам это только вредит. Ну, не может, к сожалению, нормально женщина общаться с мужчиной, если они воспринимают друг друга только как возможных, вероятных, любовных партнеров. Это очень значительно осложняет жизнь и осложняет взаимодействие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам, а также успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...